Лидеры России и Германии встретились, чтобы согласовать позиции по ключевым для двух стран вопросам. Переговоры Владимира Путина и Ангела Меркель прошли в предместиях Берлина. Мезеберг, уединенный замок 18 века, парадная резиденция правительства ФРГ. Российский президент и германский канцлер говорили более трех часов о главном, партнерстве в экономике, инвестициях, энергетике. Но двусторонняя повестка это лишь часть тем лидеров, от которых зависит многое в мире. Москва и Берлин ищут общие подходы к решению украинского кризиса. Говорят о гуманитарном урегулировании в Сирии, чтобы туда вернулись запланившие Европу беженцы. А тут еще торговая война, затеянная Вашингтоном, сыграла на сближение. Из земли Бранденбург, где проходили переговоры, репортаж Ивана Благова. Какой же городок, бывший ГДР, без пластикового трабанта во дворе? Софи Мария от него без ума. Совершенно потрясающий запах, а этот звук... Очень классный. Когда едешь, еще все трясется. Это здорово. Девушка так сильно надавила на педаль газа, что трабанты ее, кажется, могли услышать и в гостевом доме правительства, замке Мезерберг. Звук этого мотора хорошо знаком как Ангеле Меркель, выросшей в Восточной Германии, так и Владимиру Путину, который там работал. Кстати, российского лидера местные жители встречали тепло на пути следования. Его автомобиле красовалась даже приветственная надпись на русском языке. Меркель должна дистанцироваться от Америки. Это мое самое большое желание. И вот в таком милом городке под Берлином, где буквально в 100 метрах от припаркованных лимузинов пасутся лошади и гогочут гуси, начались российско-германские переговоры. Вторая встреча за три месяца и первый рабочий визит за пять лет. Что это, потепление? Скорее всего, нет. Но, как отметил официальный представитель правительства ФРГ, Россия – та страна, без которой различные международные проблемы не решить. Они говорили и говорили свыше трех часов. Сначала наедине без переводчика, затем на деловом обеде. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков комментирует закрытые для журналистов переговоры так. Есть понимание двух лидеров, что газопровод «Северный поток-2» нужно оградить от неконкурентных нападок третьих стран. Совершенно прозрачный намек на США. О новом газопроводе, кстати, оба лидера высказались в самом начале встречи. «Северный поток-2» – это исключительно экономический проект. И он не закрывает возможности продолжения транзитных поставок российского газа через территорию Украины. Я знаю по этому поводу позиции федерального канцлера, который постоянно эту тему поднимает. Хочу отметить, что главное, чтобы этот транзит украинский, он традиционный для нас, соответствовал экономическим требованиям, был экономическим во всех смыслах этого слова. «Я считаю, что даже после запуска «Северного потока-2» Украина должна играть свою роль в газовом транзите в Европу. И я очень довольна, что нам удалось начать переговорный процесс по этой тематике вместе с Европейским Союзом». Немцы пишут об осторожном сближении, о Путине и Меркель. Эти двое нужны друг другу. «У России и Германии сегодня больше схожих интересов, чем когда-либо. И этот факт является незапланированным следствием агрессивной политики администрации президента Трампа. И, наконец, двустороннее торгово-экономическое сотрудничество, в котором заинтересованы и Россия, и Германия. И палки в колеса этому процессу ставят, опять же, Соединенные Штаты. Но, тем не менее, посмотрите, как настойчиво российские и германские лидеры пытаются снять эти противоречия». Фактор Трампа и правда до неузнаваемости изменил трансатлантические отношения. «У Европы очень серьезные проблемы с Америкой. Америка наложила санкции и на Европейский Союз в торговой войне, и на Россию, и на Турцию, и на Иран, и так далее, и так далее. Как быть с такой Америкой?» С Америкой, которая бьет своих, чтобы наказать чужих. Прямо в день встречи в замке Мезеберг американская Wall Street Journal написала о подготовке санкций против компаний-участниц строительства газопровода «Северный поток-2». Это удар в том числе и по Германии. «Было бы оптимально, если бы Европейский Союз и Россия, Германия и Россия нашли бы здесь некое сближение. Одна из возможностей была бы, например, реактивировать вот этот блокировочный статут, как это было в случае с Ираном». То есть заблокировать американские санкции против России на территории ЕС. Телеканал Вельт-ТВ приводит данные опроса общественного мнения в Германии. 51% немцев считает, что и европейские санкции в отношении Москвы нужно отменить. Но 8 из 10 немцев ждут от Меркель сближения с Россией для более эффективного решения мировых проблем. Одна из таких проблем – конфликт на Украине, постоянный мигрень и для России, и для Германии. Что делать, когда объявленные перемирия на юго-востоке страны не соблюдаются, а срок действия закона об особом статусе Донбасса на исходе, дальнейшая его судьба не ясна? «Основа есть, и она остается. Это минские договоренности. Но мы констатируем, что там пока нет стабильного перемирия. Я надеюсь, что сейчас, к началу нового учебного года, удастся сделать новую попытку обеспечить перемирие. И мы сегодня поговорим о возможности учреждения ООНовской миссии, которая смогла бы сыграть свою роль в мирном процессе. Германия готова нести здесь ответственность». «Как сказала госпожа федеральная канцлера, в контексте урегулирования украинского кризиса, который, к сожалению, никак не продвигается, имеем в виду подчеркнуть безальтернативность реализации минских соглашений, отметить нашу заинтересованность в работе в рамках нормандского формата и контактной группы, готовность и далее оказывать содействие специальной мониторинговой миссии ООН. Надеюсь, что нам удастся все-таки продвинуться по этому направлению». О направлении очень много. В Германии Путин говорил далеко не только об Украине и Северном потоке-2 – Сирии. Ради разговора о ней Меркель ранее прервала свой отпуск и встретилась в Берлине с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, а также главой российского генштаба Валерием Герасимовым, который вообще-то входит в европейский санкционный список. О встрече пресса узнала лишь постфактум. «Беженцы могут вернуться в эту страну, если создадут такой пакт для Сирии, о котором мечтает Россия, о котором может поддержать Германия. А это спасло бы репутацию и канцлерство госпожи Меркель». Совсем недавно она едва удержалась в своем кресле. Канцлера до сих пор критикуют за то, что в 2015-м страна приняла сотни тысяч беженцев. Вопрос их возвращения для нее крайне важен. Лишь месяц назад сирийский красный полумесяц впервые раздал в городе Дума провинции Восточная Гута российско-французскую гуманитарную помощь. Этот совместный проект Москвы и Парижа стал первой ласточкой, первым сигналом. Такое сотрудничество с Европой возможно. Война близка к завершению. На восстановление Сирии нужны миллиарды евро. Важно наращивать и гуманитарную составляющую сирийского конфликта, имея в виду прежде всего оказание гуманитарной помощи сирийскому народу. И помогать тем районам, куда могут вернуться беженцы, находящиеся за границей. Я, конечно, не имею в виду в данном случае европейские страны, хотя и из Европы, наверное, некоторые могли бы вернуться. Но напомню, что в Иордании миллион беженцев, в Ливане миллион беженцев, в Турции три миллиона беженцев. Это потенциально огромная нагрузка на Европу. Поэтому лучше сделать всё для того, чтобы эти люди могли вернуться домой. А что для этого нужно делать? Ну, элементарные вещи. Надо помочь восстановить водоснабжение, канализацию, помочь восстановить медицину. Самые элементарные вещи. И думаю, что в этом заинтересованы всех, в том числе и Европа. Остается лишь догадываться, какие поручения в итоге были даны лидерами после встречи своим министром. Заявлений для прессы не было. Всё, что увидели журналисты – автомобили, исчезающие в ночи. Иван Благой, Дмитрий Волков, Александр Дудин, Анна Заякина, Первый канал, Германия. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!